Уже за час до начала праздника в зале собрались многие гости. Поздравить хозяев спешили представители городского исполнительного комитета, администрации Бреста и дипломатический корпус. В фойе Дома культуры были организованы выставки, рассказывающие о богатой истории и современности прибужья. О крупнейшие предприятия района предлагали попробовать свою продукцию. Конечно, в этот день много говорили о целях, которых удалось достичь к 80-летнему юбилею района. Брестский район – аграрный район, поэтому практически все доведенные задания и планы мы выполнили по производству и поставке государства социально-производственной продукции. Кроме этого, в районе за последние годы, уделяя большое внимание производству молока, мы вышли на первое место и занимаем, по-прежнему, первое место в области по производству молока на одну корову. И в этом году вышли на второе место в республике по этому показателю. Кроме этого, по социально-экономическому развитию у нас, тоже по итогам работы за 2018 год, в 2019 году Брестский район занесен на республиканскую доску почета. Кроме этого, развиваются динамично все другие направления – жилищное строительство, социальная сфера. Руководство района своей главной целью видит улучшение жизни населения. А для этого необходимо развитие ключевых агропромышленных предприятий, которые смогут создать дополнительные рабочие места. И в этом деле также есть успех. У нас на территории района открыта свободная экономическая зона в 2009 году. И вот за счет, в основном, этих предприятий, которые выходят на этой территории, такое, допустим, как Баншин, в этом году, в 2019 году, построен дополнительный цех, куда дополнительно взято на работу порядка 100 человек. Кроме этого, в сельхозпредприятиях расширяется производство, как Остромечево, Комарово. Там тоже постоянно открываются новые рабочие места, куда люди с удовольствием идут работать. Со сцены звучали теплые слова в адрес рядовых работников и руководителей предприятий района. Поздравление прозвучало и от председателя Брестского горосполкома. Александр Рогачук отметил, город и район всегда были и останутся братьями, которые поддерживают и развивают друг друга. Успешный житель города Бреста, накопив денег, уезжает жить в Брестский район. Житель Брестского района в большом проценте ездит на работу в город Брест, а наша общая задача – делать жизнь людей лучше. Поэтому главное богатство района, я повторяюсь, это кадры, это вы. От души вас с праздником, от души с юбилеем. В этом юбилейном для района году звание почетный гражданин района удостоились Владимир Мацука, бывший председатель Брестского райисполкома, и Александр Бич, экс-руководитель селекционно-гибридного центра «Западный». Традиции продолжаются, на сегодняшний день предприятие тоже стабильно работает и вносит значительный вклад в производство продукции, естественное хозяйство в Брестском районе, да и в области в целом. Когда есть инициатива, есть поиск, все, любые рубежи достижимы. Поэтому я думаю, что в Брестском районе еще много над чем работать. Вот и уверен, что молодые люди, которые сейчас пришли на место уже опытных кадров, которые сейчас вот сегодня в этой компании уже как ветераны находятся, они тоже смогут сделать свое дело и двинуть наш район еще дальше, сохранить те традиции, которые давно заложены здесь уже. Работники сферы культуры, сельского хозяйства и социальной направленности были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами областного и районного исполнительных комитетов. Культура, она такая субстанция, которая в застывшем виде не существует. Она развивается с каждым годом. Нам как-то надо сделать так, чтобы молодежь оставалась в селе и чтобы питала свежими кадрами нашу культуру, в частности, художественную самодеятельность. Продолжился праздник концертом творческих коллективов района. Осень сверет, листья золотые... Вярослава Коваленко, Эдуард Бакунович, телекомпания «Амбук-ТВ».